здравствуйте друзья приглашаю вас на урок вязания лето продолжается и я поэтому продолжаю вязать для своих барби летние наряды сегодня вашему вниманию хочу предложить сарафанчик очень красивый оригинальной формы и поэтому приглашаю вас к вязанию крючок у меня фирмы макуза номер восьмой дело в том что фирма имеет совсем другие нумерацию крючков хочу сказать что здесь крючочек 1 миллиметр садитесь рядышком со мной и начинаем вязать хочу показать что я уже связала такой сарафанчик для своей барби и сейчас я вам его покажу вот он вот такой сарафанчик с открытой спинкой и узор узор я буду такой же повторять как на этом так начиная вязание вяжу 6 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 накидывая нить вяжу столбик с накидом в четвертую петельку и еще один столбик с накидом последнюю петельку 3 петли подъема поворачиваю теперь вот этот столбик в верхнюю петелечку я буду вязать 2 накида 2 столбика простите первый столбик теперь я делаю 2 воздушные и сюда же еще один столбик и столбик петли подъема вот так получается 3 петли подъема поворачиваю и еще раз повторяю 1 столбик 2 петли подъема сюда же еще один столбик столбик в петли подъема поворачиваю теперь в арочку из 2 воздушных петель я буду вязать 2 столбика с накидом 2 воздушные и сюда же еще 2 столбика с накидом и столбик с накидом петли подъема 3 воздушные петли подъема посмотрим как получается расширение еще раз повторю этот ряд в арочку из 2 воздушных петель 2 5 2 столбика 2 воздушные петли сюда же в эту арочку еще 2 столбика и столбик в петли подъема и 3 петли подъема продолжаю поворачиваю теперь в эту арочку из 2 воздушных петель я буду вязывать добавлять еще 2 столбика с одним накидом это первые 2 столбика 2 воздушные петли еще 2 столбика 2 воздушные петли и столбики подъема и столбики подъема получается одна арочка и вторая арочка поворачиваю и в эту арочке я буду вязывать мотивы 2 столбика 1 1 сюда же 2 2 воздушные петли и сюда же еще 2 столбика теперь следующую арочку повторяю мотив 2 2 воздушные петли и столбик в петли подъема 3 воздушные петли подъема вот такое получается расширение теперь я повторяю этот ряд только с одним между вот этими двумя столбиками делаю 1 столбик с накидом повторяю мотив 2 воздушные петли еще два столбика и теперь столбик между вот этими мотивами повторяю мотив два столбика 3 воздушные петли еще два столбика еще два столбика и столбик в петли подъема повторяем так подождите иду назад а почему иду назад у меня здесь потерялся один столбик если его не сделать меняется узор все время надо оглядываться назад и смотреть все ли вовремя связано 3 петли подъема вот видите теперь все правильно поворачиваю и вяжу следующий ряд теперь вот этот столбик что я сделала дополнительно самую верхнюю петелечку вывязываю целый мотив один столбик в эту же петельку второй столбик две воздушные сюда же еще один столбик и сюда же еще один столбик и продолжаю еще один мотив и столбик в петли подъема вот так вот получается и и повторяю этот ряд еще раз и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой у нас получается треугольничек. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять рядов. Теперь мне надо перейти на воздушные петли на спинке. И делаю шестнадцать петель. Одну уже сделала, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Это будут петли, которые будут располагаться на спинке. И на них я буду навязывать вот эти элементы. Здесь должно быть у меня четыре элемента. Я обрезала нить. И теперь свяжу точно такой второй элемент. Итак, друзья, я связала вторую лямочку. Теперь мне их надо соединить. Три петли подъема. Вяжу следующий ряд. Три петли подъема. И вот теперь настал момент, я должна петли, воздушные петли соединить вот с этой петлей. вот я соединила. вытаскиваю нить и продолжаю вязать. мотивчики. так вот я перекрутила первый элемент, нашу первую лямочку. так. ну и что. мы пропускаем приблизительно две петли. и сюда буду вязывать первый элемент. вязать. 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 теперь. вязать. пропускаю. вязать. 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 так. мне не получился четвертый. раз, два, три, вот четвертый. раз, два, три, вот четвертый. раз, два, три, вот четвертый. так 2 я уже ввязала 1 2 3 4 вот 4 петелька 2 воздушные петельки и сюда же еще два столбика 3 мотивчиков и еще один мотивчик 1 2 3 и вот сюда вот 1 2 3 вот сюда в 4 ты Воздушные петли были туго связаны, поэтому не так просто вязать их, ввязывать. Вот я вязала все четыре, а теперь буду продолжать ряд. Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрю теперь, как вот это получается. Потом эти все хвостики будут убираться. Так, а теперь я хочу вот эту всю конструкцию примерить на Барби. Ну вот так получается. Здесь получается сильно широковато, поэтому в этом месте я уберу один мотив с одной стороны и уберу один мотив с другой стороны. Три петли подъема я сделала. Поворачиваю. И теперь я вяжу все мои... Весь узор одинаково. Два столбика, две воздушные и два столбика. 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 мотивчиков я хочу сделать один. Делаю два столбика, делаю одну воздушную петельку и перехожу два столбика сюда. Вот такой у меня получился переход. Из двух столбиков вот так у меня получилось. Продолжаю вязание. Так, здесь я также буду уменьшать. Делаю всего два столбика. Одна воздушная петелька и во втором мотивчике тоже два столбика. Вот так вот получилось. И еще два мотивчика. И еще два столбика. За счет убранных вот этих столбиков здесь убрали два столбика и здесь два столбика. У меня получилось, здесь будет уже идти линия талии. Теперь я свяжу еще один ряд без изменений. Ну вот у меня получился вот такой ряд. Теперь из тех двух столбиков, из тех двух простите мотивов, у меня в конце концов получился один мотив. С одной стороны здесь как переходной ряд и здесь у нас в одну сделала еще один мотив. Теперь можно будет примерку сделать. Вот так показывает примерка. Теперь можно спокойно связать еще два ряда. И только потом можно будет уже здесь петли, количество вот этих мотивчиков увеличивать. Я провязала два ряда без изменений. И теперь видно, что надо обязательно вот с этой стороны, со стороны одного бока, со стороны второго бока делать увеличение количества петель. Так, и вот я буду делать вот на вот этой мотивчики и вот на этом мотивчики. Сейчас я покажу, как я это буду делать. Два мотива я оставляю без изменений. Это первый мотив. Это второй. И вот это третий. А вот здесь я буду вывязывать сразу два мотива. Это я один связала. И здесь же буду вывязывать второй мотив. Так, нет, прошу прощения. Теперь. Теперь еще два. Два. Две воздушные. И еще два столбика. Получается не два мотива, а полтора мотива. Вот так вот получается. У меня здесь получается две арочки. И точно так я буду вывязывать на вот этом линии талии, на линии бачка. Я связала ряд до конца, повернула. И теперь дошла до вот этих полтора мотива. Теперь у меня здесь две арочки. И в этих двух арочках будет вот такой полноценный мотив. Два столбика. Две воздушные. Два столбика. Два столбика. И рядом повторяем мотив. Вот получается, что теперь с одного мотива у меня вышло полтора мотива. И теперь полных два мотива. Значит, на каждой линии бачка я увеличила до полного мотива. С одной стороны и так же будет и с другой стороны. Я провязала еще один ряд и делаю примерку. Ну, теперь смотрю, что вообще-то немножечко таки туговато тут получается. Здесь у меня расширение получилось. Раз, два, два раза расширение. Теперь я хочу вязать. Так, мотивы я не меняю. А вот между мотивами я буду добавлять одну воздушную петельку. Все же добавляться будет воздушная петелька и немножечко будет шире ряд. Итак, я свяжу еще два ряда с добавлением по одной петельке между мотивами. Ну вот, друзья, я закончила вязание самого сарафанчика. Вот, теперь хочу вот такой вот ракушечкой обвязать низ юбочки. В каждый элемент, где у меня две воздушные петельки, я буду вязывать 7 столбиков с накидом. Это у меня три, четыре, пять, шесть и семь. И теперь столбиком без накида в арочку из одной петельки. Вот такая будет простая, очень даже простая обвязка низа сарафанчика. Так. 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 И так я буду вязать до конца ряда. закончила этот ряд вот такой получался мне низ теперь я вокруг все его сарафанчика обойду обвяжу и внешнюю и внутреннюю часть столбиками с одним накидом полустолбики с одним накидом это будет вся полностью вот такая обвязка здесь получается у нас 3 воздушные петли или столбик с одним накидом значит я вижу сюда 3 полустолбика с полустолбика с накидом вот так вот будет вокруг такая обвязка итак друзья я полностью закончила вязание такого сарафанчика это мне изнаночная сторона вот это лицевая сторона я вокруг обошла столбиками полустолбиками с одним накидом внешняя сторона и вот эта внутренняя сторона все хвостики я попрятала теперь можно будет сделать примерку на барби как мы и одевать будем а вот так вот у нас будут ручки назад вот так и теперь вот так будем одевать вот такая получается у нас красота так теперь у нас застежка застежка должна быть вот у меня есть вот такие довольно странные бусинки вот с такими ушками я по две бусинки а так вот связала просто ниточкой желтой связала и посмотрю как это будет одеваться одну бусинку сюда а вторую бусинку сюда еще одну и вот это все моя застежка вот так друзья вот такая у меня получается сегодня нарядная одежда для барби на этом я урок свое вязание заканчиваю я надеюсь что вам понравился он понравилась вот такая форма новая форма вязание с одежды для барби это летняя одежда вот такой вот ажурный получается сарафанчик с открытой спинкой он не сильно длинный все же лето ну можно будет конечно и длинную связать ну что ж друзья я надеюсь вам понравился этот сарафанчик понравился метод форма модель нового сарафана пишите мне комментарии ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал этим вы будете его поддерживать до свидания савинь Продолжение следует...